Исламский медиаканал «Ансар Медиа» представляет Суждение правоведов о браке Суждения факихов о браке могут разниться в зависимости от конкретных обстоятельств. Так, например, когда кого-либо охватывает сильное желание удовлетворить свою страсть, вступление в брак считается обязательным уаджиб, поскольку в противном случае мужчина может совершить прелюбодеяние. Обязательным брак считается и тогда, когда человек не может удержать себя от взоров на нечто запретное или от рукоблудия. В подобных случаях он обязан жениться, даже если возможность совершения прелюбодеяния исключена. В том случае, когда мужчина уверен, что совершит прелюбодеяние, если не женится, ему предписывается заключить брак при том условии, что он может сделать свадебный подарок и располагает необходимыми средствами для содержания семьи. Объясняется это тем, что использование единственного средства, позволяющего избежать совершения запретного, относится к категории предписанных фарс действий. Тот, кто боится совершить прелюбодеяние, но не может сделать брачный подарок, обязан взять деньги в долг. Аллах Всевышний поможет ему вернуть его. Сообщается, что пророк, саллиллау алейу и саляма, сказал, «Аллах обязательно поможет желающему рассчитаться мужчине, который хочет вступить в брак и сохранить целомудрие», передали имамы Ат-Тирмизи, Ан-Насаи и Ибнамаджи. Таким образом, вступление в брак относится к действиям категории суннамуаккада, которые следует совершить по примеру пророка, алейиссаляту ассалям. Однако в таких случаях, когда можно опасаться, что, женившись, мужчина станет проявлять несправедливость по отношению к своей жене и притеснять ее, вступление в брак рассматривается как крайне порицаемое действие. Если в семейной жизни определенно будут иметь место несправедливость и притеснение, вступление в брак рассматривается как запретное действие, поскольку брак был узаконен для обеспечения защиты души и снискания награды, в то время как любая несправедливость греховна и запретна. Это значит, что пагубного в таком браке будет больше, чем полезного. В обычных условиях вступление в брак лучше, чем полное посвящение себя дополнительным молитвам нафиля и другим видом поклонения. Имам Ахмад сказал, «Удаление от мира не имеет с исламом ничего общего, а тот, кто призывает к отказу от вступления в брак, призывает не к исламу». Наши праведные предшественники считали отказ от брака достойным порицания и побуждали неженатых к вступлению в брак. Так, например, один сподвижник сказал другому, «Ты непременно должен жениться, а не то я скажу тебе то же, что Умар сказал Абуззаваиду. Причиной невступления в брак может быть немощность или распутство». Однако некоторые факихи считали, что полное посвящение себя поклонению Аллаху лучше, чем вступление в брак и заботы о жене и о детях. Люди, придерживающиеся такого мнения, приводили в качестве довода тот аят, в котором Аллах Всевышний воздал хвалу Яхье, мир ему. «Ангелы воззвали к нему, Закарии, поистине, Аллах возвещает тебе благую весть о Яхье, который будет господином, мужем целомудренным и пророком из числа праведников и подтвердит истинность слов от Аллаха». Коран, сура 3, аят 39. Из этого можно сделать вывод о том, что если бы вступление в брак было лучше, то Яхье не удостоился бы похвалы за отказ от брака. Тем не менее, наиболее предпочтительным следует считать первое мнение, поскольку в Коране и Сунне есть множество указаний на достоинство брака, и некоторые из этих указаний были озвучены нами выше. Что же касается упоминания в Коране о Яхье, то, во-первых, он являлся пророком и посланником Аллаха, у которого была своя миссия, отличающаяся от миссии других пророков. И, во-вторых, у него не был свой религиозный закон, от которого отличается наш шариат. КОНЕЦ